Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Инженер потратил 18 лет и 15 тысяч фунтов стерлингов, чтобы построить железную дорогу до своего дома на склоне холма, чтобы ему и его жене не пришлось подниматься по 50-футовым ступеням, когда они станут старше. Алан Пайн, 54 года, живет со своей женой Рейчел вдоль Иждеван и работает на железных дорогах более 30 лет. Благодаря своим навыкам и стараниям он смог сконструировать подъемник, но на его строительство пришлось потратить огромную сумму и 18 лет жизни. Он разработал механизмы, чтобы в будущем им с супругой не пришлось преодолевать большие ступени к входной двери. «Мы живем здесь уже 20 лет, и люди, как правило, переезжают прочь, потому что не могут добраться до дома, потому что подъемы тут и там слишком крутые», – сказал Алан Пайн. Алан и его жена Рейчел познакомились, когда были еще школьниками. Семья девушки переехала в небольшой городок из-за работы отца. Однажды в школе девушка потеряла деньги и не смогла пообедать. Через некоторое время парень заметил, что девушка растерялась у кассы и предложил ей помочь. Она была новенькая и совершенно растерялась. Так они и познакомились. Девушке город совершенно не нравился, и тогда Алан решил показать ей все лучшие места и влюбить ее в этот город. Но вместо этого влюбил ее не только в город, но и в себя. Пара вместе училась в университете и после него вернулась домой. Рейчел работает учителем, а Алан на железной дороге. Пара счастлива. Когда пара была еще на последних курсах университета, Алан сделал подарок для жены. Дом на самом красивом холме среди всех в городе. Но добираться туда было очень сложно. Рейчел была счастлива, ведь именно около того самого холма он и сделал ей предложение. Пообещал, что они будут тут жить. Мужчина сдержал обещание. Когда они с женой стали владельцами прекрасного места с видом на море, им было жаль его продавать и переезжать куда-то еще. Пара мечтала жить там и растить детей. Но с каждым годом добираться домой становилось все сложнее. Алан хотел найти решение и начал думать. У нас есть прекрасное место с видом на море. И это слишком приятно, чтобы продать и переехать. Тем более тут родился наш сын. Он любит смотреть на море прямо из окна своей спальни. «Как можно лишить кого-то такого?» – говорил мужчина. Мистер Пайн рассказал, что он переместил почву на 150 тонн, чтобы освободить дорогу для гусеницы, каретки и лебедки, которые все управляются с помощью пульта дистанционного управления. Инженер железнодорожной сигнализации начал работу над механизмом еще в 2002 году. И он потратил на всю работу около 15 тысяч. «У нас были ступени, и я выкопал сад, чтобы у нас был постепенный уклон, чтобы я мог проложить дорогу», – добавил мистер Пайн. «Трасса теперь шириной в два фута, и есть грузовик, похожий на старый грузовик шахтеров, но без ковша сверху. Теперь я и моя жена можем подняться с помощью этого несложного механизма до самой вершины, нажав вверх на пульте дистанционного управления. Это похоже на пульт телевизора. «Сын был в восторге и помогал мне на каждом шагу всей стройки. Он тоже хотел, чтобы нам было легче, когда он уедет на учебу. Несмотря на почти 20-летнюю работу, инновационный инструмент все еще нуждается в добавлении последних штрихов. Конечно, мужчина думает и над этим и не хочет останавливаться. Это не совсем законченное дело. У нас есть еще чем заняться. Это будет еще один год кропотливой работы, пока он не будет завершен, но он функционирует», – сказал мистер Пайн. «Я инженер и все делал сам. Но я не инженер-строитель, я работаю над сигналами. Мой сын многому научился у меня. И хоть в детстве он не хотел быть инженером, а обещал стать учителем музыки, теперь он учится на инженера, хотя играет на гитаре он тоже очень хорошо. За 30 лет работы в отрасли я приобрел много навыков, наблюдая за работой моих коллег. Поэтому я просто попробовал создать что-то серьезное своими руками», – говорит он. Алан Пайн также добавил, что вначале его жена думала, что он сошел с ума. Но теперь она пользуется сама этим подъемником и радуется, что ей не приходится пешком вверх по склону. Мужчина убежден, что механизм будет становиться все более и более полезным в ближайшие годы. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.